Николай Добрынин прекрасный актёр нашей страны, которому не сразу досталась всероссийская слава, но он с оптимизмом смотрел в будущее. С помощью бойцовского характера он смог выстроить потрясающую карьеру не только в театре, но и в кино. Его популярный образ на телевидении исключительно рубаха парень, а вот ценители театральных произведений знают его исключительно по драматическим ролям. Маленький Коля появился на свет в 1963 году. Мама родила его в городе Таганрог. Папа мальчик отрудился на должности следователя, работал он и в милиции Таганрога, а вот мама в основном зарабатывала на сфере торговли. В самой семье был ещё один ребёнок от первого брака мамы, сводный брат Саша. Бабушка Коли выучила внука шить добротные мешки. Благодаря этому навыку он смог зарабатывать деньги на их продажи на рынке. А вот дедушка был пасечником, он также передал своё мастерство внуку. Папа Добрынина любил заниматься музыкой, хорошо импровизировал на разных инструментах. Сыну также передался его талант. Поэтому родители отдали ребёнка в музыкальную школу. Также он занимался бальными танцами и ходил в хор при церкви. Будучи уже подростком, он периодически участвовал в драках. С братом Александром они создали группу под названием «Крестьянские дети» и со своими песнями выступали в ресторане. Именно брат настоял, чтобы Николай поступил в театральный вуз. Александр сам был будущим оперным певцом и педагогом. Добрынину приходилось помимо учёбы ещё и зарабатывать себе на хлеб. Он трудился дренажником, специально освоил эту специальность, а также учил людей танцем, выступал в хоре в монастыре. Чуть позже его призвали служить в армии, в войсках ПВО. Через время его перевели в другую часть и вместе со служивцами они поставили пару спектаклей. Сначала он начал работать в театре Сатирикон. После того, как Николай служил, вернулся служить в театр. Ему моментально дали роль в одном спектакле служанки и Добрынин буквально проснулся на следующий день знаменитым. Позже он перевёлся работать в театр самого Романа Виктюка. Его служба длилась целых 16 лет. Среди его работ в театральном центре на Коломенской влюблённый Мопассан, а также пижама на шестерых. Николай Добрынин первый раз появился в кадре в 1986 году, когда снимали мелодраму под названием «Нужные люди». Спустя какое-то время ему предложили сыграть в картине «Прощай шпана за москворечное». Актёру досталась роль Витьки, у которого было прозвище Гаврош. Но самой его запоминающейся ролью стал Митяй Буханкин в сериале «Сваты». Персонаж был второго плана, но постепенно он чуть ли не превратился в главного героя. Играл он в современном сериале «Молодёжка» – ремейке фильма «Кавказская пленница». Успехом пользуется многосерийный фильм «Орлова и Александров», где актёр играл Утёсова. Правда, ему пришлось лечь под нож пластического хирурга ради роли. Нужно было избавиться от мешков под глазами. Когда он учился в ГИТИСе, ему понравилась однокурсница Оксана Баршева. Он сделал Оксане предложение. У неё были богатые родители. Но при этом Добрынин сам зарабатывал на нужды семьи. Семья просуществовала всего пять лет. Вторую супругу, Анну Терехову, он встретил не сразу. Ему даже пришлось усыновить её внебрачного сына. Прожили они, правда, вместе всего несколько лет. К сожалению, из-за одиночества и неустроенности в быту, актёр начал выпивать. Но новая любовь его встряхнула. Третьей избранницей стала Екатерина Комиссарова. Они поженились. Оказывается, она была его поклонницей. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале. Вам точно будет интересно.